так друзья перед чем ролика будет небольшое уступление как вы знаете предыдущие предыдущая серия была о том что я вернул свой дом а насчет аптеки многие не знают что я ее продал пацаны я ее слил в год если что и купил особняк кто не знает и теперь эта аптека принадлежит моему другу не моему другу а одного хорошего чувака с начальством и андрей пим так что пацаны можете все равно продолжать закупаться потому что аптека предложить своему пацану возле башни останки на находится она кто не помнит возможно я думаю все помнят короче что она здесь находится хоть я ее продал пацаны но я все равно продолжаю здесь закупаться вход бесплатный стоит если что поэтому тоже приходите там закупайтесь потому что я тоже в этом ограбление знаете делаю маски здесь можно покупать аптечки поэтому аптека предложить нашему пацану поэтому можете там закупаться ну и приятного вам просмотра всем привет с вами кирилл вы на канале кирилл геем и сегодня мы играем в криминалочку на сермозинку ли play 1 серым у них здесь кирилл пузбуль не заводить моник перегистрации и так чуваки как я и говорил в предыдущей серии кто не смотрел то посмотрите обязательно я вернул вот это домик какой стоит сзади меня вот вот этот вот да 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 вот этот пацан последний этот видосик кто не знает как это все произошло но неважно я обещал видосик следующий что у меня пополнился автопарк мой у меня сейчас пять машин пацаны пять машин это жестко да это жестко пацаны и сейчас я покажу вам какие машины купил хотя бы превью уже наверно увидели но я расскажу сколько я купил как я купил зачем я купил там и так далее поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайся на канал итак начнем с первой машины я купил две новых машины хистер сразу скажу начнем с первой машины которая купил по моему позавчера да короче ну два дня назад грубо говоря я купил эту машину это у нас лексус пацаны кто помнит внешний вид вот этого лексуса то ставьте лайки я думаю многие помнят что у меня был такой же лексус только на других номерах конечно же не на блатах а вот этот лексус на красивых номерах ну не блатка держится но красивые номера rrk 3 6-ки этот автомобиль я купил за один миллион четыреста пятьдесят тысяч я купил эту машину купил ее от подписчика но этот подписчик меня чуть-чуть обманул так сказать на ебал меня жестко меток на ебал в чем так сказать обман не буду материться стараюсь не материться в чем был обман короче в том что я у него спрашивал сколько она едет он сказал 100 километров но блять 100 километров она никак не может поехать я просто перед тем как покупать даже не ездил я просто довелся чуваку как бы блин и купил лексус вот этот он был просто черный на стоковых дисках и все как бы вот такой вот лексус красавец такой давайте к нему проедемся купил я повторюсь за 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч я думаю это принципе нормальная цена пацаны я вообще собирался знаете что купить субарик я под собирался купить или баланса но я на 8 бит увидел вот эту машину и просто блин у решил купить потому что вы сами знаете что джипов у меня блять очень редко во джип и просто очень редко у меня бывают джип и кроссоверы там и так далее у меня они очень редко бывают а вот эта тачка но мне нравится как бы блин я решил почему бы нет почему бы вместо субарика вместо ланса не купить себе вот такой вот красивый лексус гуско у него пацаны маленькая 1 миллион до принципе вот его гуско уже спалил конечно блин я еще одну машину спалил ну ладно все равно вы бы и увидели не буду в принципе скрывать но к ней мы перейдем позже к этой машине так вот lexus lx 570 номер rrk 3 шестерки стоимость него да пацаны это лексус со старой гуско 1 миллион но я его за 14 забрала с красивыми номерами в принципе и да больше здесь не то нету здесь чипов вообще нету это просто стоковый лексус на как мне не его дали стоковым я просто диски поставил покрасил не тронету чипы не ставил почему пацаны я его говорю сразу я его не буду тюнинговать не буду не это ставить не чипы почему потому что гуско не 1 миллион понимаете нитра стоит на него 500 тысяч чип на него стоит ляма 200 и смысла его тюнинговать нету да и денег у меня нету честно говоря поэтому он будет у меня просто стоковый машина чисто знаете там прокатнуться там куда-то просто что был джип возможно кроссовер вот так вот как-то давайте может салоном покажу как он выглядит салон здесь очень красивый такой красный такой красивый салончик мне это очень нравится так давайте я вам покажу капот и багажник покажу кому интересно не знаю я по моему обзор снимал эту машину но может кому-то интересно так под капотом нас здесь ну вот крыша коллекцию с принципе в реальной жизни тоже не так все закрыто чтобы вы туда не лазили как бы чтобы вы обслуживали правильно свою машину и вот здесь такой багажничек так приднемся потому что вот так стоять думаю некрасиво будто так приднемся ну такой багажничек да конечно то не сва это не гелик да просто гелик не нравится поэтому я так с интонацией сказал это не свайта не гелик это не x5 но это lexus пацаны это тоже элитная такая машинка я вам скажу и она не нравится чем мнено нравится да она медленная да настолько вая ну блин на красивых зато номерах мне это нравится она на красивых номерах я не буду решить типа это плат номера потому что это просто красивым номер плат это когда одинаковые две цифры ай одинаковых цифрой и буквы ну да цифры и буквы, когда одинаковые, это блат. Я считаю, это фулл блат. А там вот эти АМР, там и так далее, ну, не знаю, такое себе, на самом деле, вот это вор, хам, мне такие номера не нравятся, в принципе, как бы, поэтому я не знаю. Да, эти колесики, конечно, тонкие, но, блин, ну, мне вот в таком виде нравится Lexus очень, как бы, у меня был именно такой самый Lexus, в таком виде, короче, поэтому, вот, как-то так. Сейчас перейдем ко второй уже машине, сейчас эту машину поставим и перейдем к следующей машине уже. Итак, следующая машина, как вы возможно, надались по CarPass'у, это Subaru WRX STI. Вот такая вот Subaru, я себе ее очень хотел купить, пацаны, и все-таки купил ее сегодня, кстати, утром зашел и случайно увидел, что она продается и подумал, блядь, ну, почему бы и нет, тем более, номера тоже такие. Я, конечно, не рублю такие номера, я сразу говорю, но вы должны понимать, что эти машины очень крайне редко продают вообще, потому что, ну, по-моему, одна есть Subaru на блатах, по-моему, 3O, 3D, двойки, или что-то типа такого, я видел, оранжевая Subaru есть, Батырево. А это Subaru тоже на симпатичных номерах, на красивых номерах, в принципе, ЯКХ-667. Я купил эту машину подписчика, он эти номера сам ставил, если что, ему они выпали в рулетки, и он поставил номера. Когда я купил, здесь был один чип и нитро. Я поставил сам один чип, один чип еще стоит 375 тысяч, то это еще один чип на эту машину. Я его поставил, она фулл тюнинг, пацаны, у нее два чипа и нитро стоит. Гидравлику, конечно, я ставить не буду на нее, и не хотел ставить, как бы, но так машина очень классная. Она была чисто белого цвета, белые диски, ну, сама она полностью белая, короче, была, а я ее покрасил вот такой вот ее классический цвет. Ну, постарался. Конечно, диски такие себе спорные. Это, по-моему, не Subaru диски вообще стоят, если я не ошибаюсь, потому что какие-то они стрёмненькие. Ну, а так я ее покрасил вот такой вот цвет, 154-й цвет, кстати. Купил я ее за 2 миллиона, пацаны. Да, возможно, это дорого, а в автослоне на 100 лямб с половиной. Но чувак на нее поставил номера, понимаете? Поставил на нее чип, один, и поставил нитро. Чип стоит 375 тысяч, ну, давайте окружим 300, ну, чисто так, окружим чуть-чуть. 350 тысяч, плюс нитро стоит 150 тысяч. 500 тысяч выходит чип и нитро, ну, чип и нитро получается, ну, чуть больше. 525 тысяч выходит. Да, и блаты поставил он. Ну, красивые номера поставил, ладно, ладно, красивые номера поставил. Я считаю, блин, чувак окупился, в принципе, я думаю, поэтому все нормально. За 2 ляма я забрал, и чип еще один сам поставил. Поэтому она мне вышла в 2 миллиона 375 тысяч. Ну, плюс перекраска там, ну, ладно, это мы считать не будем, короче. Перекраска стоит 15 тысяч. Давайте я вам покажу. Так, воск у него, правильно? Так, да, вот, воск, лям с половиной, модель Subaru Impreza VX STI, если что, так, номер EKH 667, стоимость лям с половиной, цвет 154, 6, цвет, если что, второй, диски 6, 6 цвет, я думаю, он цвет 170 поставить, но он сильно яркий какой-то. Пробег у него, видите, вообще маленький. Топливо 38 литров. С места, эта машина, пацаны, просто рвет и мечет. Просто, с места, реально, я охуеваю с того, как она с места едет. Давайте откроем капот и багажник. я сам не открывал, ни капот, ни багажник. Так, ну, вот стоит мотор, в принципе, давайте с первого лица посмотрим. Вот мотор, вот такой вот стоит, субаровский мотор, STI, этот радиатор у него, и все что-то, это назряет, оттуда воздух поступает на радиатор, точнее, на воздушный фильтр. И вот такой вот багажничек у него. Двойной выхлоп, что мне очень нравится, двойной выхлоп. Хотя, одна баночка тоже круто, когда вот с этой стороны банка такая стоит большая, тоже круто. Но двойной выхлоп тоже классно выглядит. Скорее всего, это Султан моделька, она, наверное, так и есть. Поэтому, давайте, наверное, прокатимся на ней. покажу вам, как она едет, сколько она едет. Она с места просто, пацаны, это пушка, с места, это реально пушка. Ну, Субару хули вы хотели. С места она просто рвет. У нас, хотя в, в Фоме тоже есть Субару. Две Субару, если что у нас есть там. Так, я не буду чисто сейчас топить, чтобы вы поняли, как она едет. Сейчас покажу вам, как она едет без нитро, с места. Вот, давайте сейчас ее надуваем, грубо говоря, и с места просто. Что-то, наверное, как это раньше лучше уходило, на самом деле. Так, и максималка у нее, пацаны, 132 километра у нее максималка. ну, скорость качет. Стабильная, 130 и так, 132 максималка, грубо говоря. Ну, так и 130. На самом деле, на большой скорости что-то ее сильно заносит, начинает. Нет, не от чипа ее заносит, не знаю, она от скорости, какая-то, она полноприводная, если что. Вот. Давайте с места сейчас жахнем, ну, давайте салон, кстати, посмотрим, я не смотрел. Ну, салон, да, проработан, конечно, хреново, ну, ну, в принципе, нормально, нормально. Так, давайте нитро включаем, и с места просто, как она жах, жахает просто, это пиздец. Смотрите, еще раз место сейчас дам. Вот, стоим, все, жахнул с места, жопа приседает просто. Давайте, остановились просто, и еще раз жахнулись место. Просто, пацаны, до 80, она реально за секунду разгоняется, такое ощущение. Просто, реально, тачка огонь. Вот эта тачка огонь просто. Я давно сейчас хотел Subaru купить, и вот купил, короче. Теперь, пацаны, у меня 5 машин. Это BMW M5 и 60, Yamaha R1, Lexus LX 570, Nissan GTR, и Subaru Impreza, и все на красивых номерах. Че, нормально, смотрите. Murr 37, MMS 34, RRK 36, MMR 300, EKH 667. Просто идеально, пацаны. Лучше просто быть не может. Реально, мне просто по кайфу. Я пока кайфую, блин, то, что добавили, что можно иметь 5 машин, это очень круто, потому что я давно этого хотел, об этом говорил. Ну, в видосах об этом я не говорил, я там Тимок говорил, что было бы круто, там 5 машин. Говорит, чего ниш так 3 машины. Раньше вообще, понимаете, пацаны, раньше можно было иметь всего лишь одну машину, понимаете? Всего лишь одну машину, а сейчас уже можно 5. Понимаете? Это же пиздец уже. Я уже зажался, реально. Для меня 3 было мало, раньше можно вообще было 1. Для меня 3 было мало, теперь 5 можно иметь. Я на самом деле отказался Чтобы можно было 10 иметь машин Потому что это круто, я люблю машины Вот самое популярное, что на сервере, пацаны Это машины, это машины реально Давайте еще чуть-чуть на Субарике Проказимся, ну блин, выглядит прикольно Мне нравится Такой синий цвет у него Вообще по кайфу, ну необычно машины, редко на сервере Их мало, их реально мало на сервере Не знаю, почему их не берут Может кому-то Субарики не нравятся Но мне нравится, что Классная тачка, давайте с места еще раз Попробуем, просто Тапку в пол, жопа пускается Просто рвет, просто рвет Тачка, реально, мне она очень нравится Я на ней целый день катаюсь уже Мне эта тачка очень нравится Прям реально по кайфу Просто по кайфу Ну что ж, на это будем заканчивать Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки Подписывайтесь на канал И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok